Да, здравствуйте. Мы хотели бы задать вопрос о том, как в Москве оценивают действия миссии Евросоюза в Армении в контексте ситуации в Нагорном Карабахе. — Если мы берем последние события, включая боестолкновения 19 и 20 сентября, то последние события отчетливо показали, что европейские наблюдатели заняли подлейшую позицию. — Сначала они занимались увещеванием Армении и обещаниями, и просто заманили официальный Ереван в какую-то свою очередную ловушку, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация. Ведь с пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты при посредничестве Москвы, отговаривала и просто с этого пути сталкивала официальный Ереван именно западное сообщество, именно Европейский Союз, именно Соединенные Штаты Америки. — Ну, коль скоро мы сейчас про ЕС говорим, да, и Брюссель был в числе первых и главных запивальщиков о том, что не нужно выполнять все то, о чем договорилась Москва, Ереван и Баку, а нужно идти каким-то особым путем. Вот куда этот особый путь привел, к сожалению, мы теперь все видим. — Как российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня, это все тоже наблюдал Европейский Союз со стороны и даже не думая каким-то образом в практическом плане помогать и содействовать. — Как организовывали завоз в Карабах гуманитарной помощи представителей нашей страны после разблокирования Лачинского коридора, как сопровождали выезжающих в Армению жителей Карабаха. Вот на это все Брюссель, Европейский Союз в целом, потому что это не только Брюссель, в том числе активная роль Парижа, на все это они взирали молча со стороны. Ну как молча. Естественно, подзуживая и рассказывая гражданам Армении, небылицы относительно того, что их якобы Россия предала. Нет, это не Россия предала. Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе, всегда помогала финансово и экономически, и гуманитарно. А то, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Европейский Союз. Это Европейский Союз предал армян. Наши военные провели экстренную эвакуацию вертолетами более сотни пострадавших в результате взрыва АЗС под Степанакертом 21 сентября. Где были эти самые ЕСовские доброжелатели? Европейский Союз стал провокатором в регионе. Наблюдатели ЕС не попадали под обстрелы, в результате которых трагически погибали российские миротворцы. Они только поджигали, они только это и умеют делать в последние десятилетия. Давайте прямо скажем, никакой стабильности и доэскалации миссия Европейского Союза в Армении не обеспечивает. А главной задачей является не безопасность Армении и содействие нормализации отношений Баку и Еревана, а разведывательный мониторинг в интересах Брюсселя и провоцирование ситуации. Громких одновременно лживых заявлений более чем предостаточно. Вот вчера было интервью, вчера или, по крайней мере, что оно было опубликовано, на днях вышло интервью, или было записано, председатель Евросовета Шарля Мишеля. Он пустился в рассуждение о том, что Россия якобы предала армянский народ, не отреагировав на операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе. Я хотела бы напомнить Шарлю Мишелю и всем его адептам. Это именно Европейский Союз созвал саммиты в Праге и Брюсселе, где армянское руководство признало Нагорный Карабах территорию Азербайджана. Или это не так? Хотя до этого руководство Армении заявляло ровно противоположные вещи. Какие? Я напомню. До этого они говорили, что территория Нагорного Карабаха – это Армения. Что это Шарль Мишель закрепляется в договоренности? Он, кстати говоря, это тоже сказал. Не вспомнил о правах и безопасности карабахских армян. У меня такой вопрос. Почему же там, в ходе этих мероприятий, в Праге и Брюсселе, Европейский Союз не предложил позаботиться, будучи куратором официального Еревана, о безопасности жителей Нагорного Карабаха? Да потому что занимался Европейский Союз, все эти Шарли Мишеля, Боррелли и все остальные, и Урсула фон дер Ляйен одним – провокации. До судеб жителей Нагорного Карабаха, Европейскому Союзу и Штатам дела не было никогда. Это только часть их политической игры. Им было дело до нашей страны. Антироссийский русофобский подход в основе всех их действий. Теперь вот они пытаются очернить действия нашей страны, пытаются снять с себя ответственность, вот как раз занимаясь очернением Москвы. Нет, именно на Брюсселе лежит ответственность за то, что все договоренности, которые были достигнуты, три договоренности между Москвой, Ереваном и Баку были буквально заменены вот этими самыми саммитами на территории стран Европейского Союза. И позиция Еревана была сформирована такой под действием Европейского Союза, которую они заявили буквально несколько месяцев назад, до этого занимая позицию противоположной. Это суверенное право властей в Армении формировать свою позицию. Но, по крайней мере, она должна быть последовательной, и о ней нужно говорить открыто. Мы посмотрим, какими будут результаты очередного армяно-азербайджанского саммита под эгидой ЕСовцев 5 октября в Гранаде. И еще, вчера министр иностранных дел Франции Катрин Калана, находясь в Ереване, наделала много громких заявлений о том, что Россия не выполнила какие-то обязательства, как она сказала, по регулированию отношений между Арменией и Азербайджаном. Ну, правда, вот не Франция говорит про обязательства. Франция, напомню, была коспонсором и гарантом выполнения минских договоренностей, между прочим. Что мы потом узнали от господина Алланда? Что они не собирались их выполнять? Я бы на месте Катрины Калана все-таки помолчала по поводу гарантии и обязательств по регулированию отношений между странами, где Франция себя сама называет или считает посредником. Лучше бы она про минские договоренности сначала отчиталась. Все-таки это резолюция Совета Безопасности ООН. Ну, непосредственно вернемся к ее заявлениям на этом треке. Опять ложь, опять вялая попытка французской дипломатии сыграть на кровавском вопросе, на тяжелой гуманитарной ситуации армянского населения, покинувшего регион. А теперь о том, что сделала Россия на самом деле. Россия остановила кровопролитие 9 ноября 2020 года. Россия согласовала комплекс трехсторонних заявлений за период с 2020 по 2022 год. Так называемую дорожную карту примирения Баку и Еревана. Именно эти наработки затем стали просто беззастенчиво копироваться Европейским Союзом и США, а потом просто искажаться в угоду их интересам, без заботы о населении этого региона. Россия обеспечила прекращение огня в Карабахе 20 сентября текущего, 2023 года. Российские миротворцы помогли и помогают решать гуманитарные проблемы в регионе, теряя при этом своих боевых товарищей, о которых мы скорбим. Я хотела бы задать встречный вопрос. А что сделала Франция? А что сделал Брюссель? Весь Европейский Союз? Ну, к Вашингтону бесполезно уже обращаться на этом треке. Конкретные действия? Что-нибудь хотя бы для предъявления мировой общественности, кроме слов, кроме этой бесконечной, затянувшейся, глобальной, мирового масштаба пиар-акции? Я уже сказала, они убедили армянское руководство в Праге и Брюсселе забыть о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха. А следствием этого и стал нынешний кризис. Вопрос только в одном, что когда под эгидой Брюсселя, и я думаю, по научению, в том числе из Вашингтона, руководство Армении, там, в Праге и Брюсселе, брало на себя новые обязательства, они никаким образом, ни письменно, ни устно не зафиксировали статус, безопасность и гарантии жителей Нагорного Карабаха. Ну и подтвердилось то, о чем мы все знали ранее. Вмежательство Запада всегда оборачивалось хаосом и страданиями простых людей.